Добро пожаловать в библейскую субботнюю школу Центра Духовного Просвещения. Постепенно близится к концу еще один квартал исследования Священного Писания. В этом квартале мы изучаем книгу «Второзаконие». Напомню, что название тем на этот квартал «Истина для настоящего времени» в книге «Второзаконие». Сегодня у нас одиннадцатый урок. Он называется так – «Книга второзакония в последующих писаниях». Мы посмотрим, какое место занимает книга второзакония в течение времени написания Танаха или же Ветхого Завета. Первый отрывок, к которому мы обратимся сегодня – это книга пророка Михея, 6 глава, первые восемь стихов. 6 глава, первые восемь стихов. «Слушайте, что говорит Господь, встань, судись перед горами, и холмы дослышат голос твой. Слушайте горы, суд Господень, и вы твердые основы земли, ибо у Господа суд с народом своим и с Израилем он состязуется. «Народ мой, что сделал я тебе и чем отягощал тебя? Отвечай мне! Я вывел тебя из земли египетской и искупил тебя из дома рабства, и послал пред тобой Моисея, Аарона и Мариаме. Народ мой, вспомни, что замышлял Валак царь Моавицкий, что отвечал ему Валаам сын Виоров, и что происходило от Сетима до Галгал, чтобы познать тебе праведные действия Господни. «С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом Небесным? Предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или несчастными потоками елея? Разве дам ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей? О, человек, сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь? Действовать справедливо, любить дела милосердия и смирно-мудренно ходить пред Богом твоим». Вот это один из отрывков, где вспоминается, цитируется и провозглашается книга «Второзаконие». Первый вопрос. Какая эпоха, то есть в какие годы служил Михей, когда прозвучали эти слова? Если мы посмотрим на первую главу, первый стих, самое начало книги, то найдем следующее. «Слово Господне, которое было к Михею, Моросфитину, во дни Иофама, Ахаза и Езекии, царей иудейских, и которое открыто ему о Самарии и Иерусалиме». Указаны цари, годы правления, которых мы знаем по истории. И вот что открывается. Иофам царствовал с 750 по 735 годы до н.э. Напоминаем, что при подсчете или указании лет до н.э. отчет идет в обратную сторону, с 750 до 735. Езекия, последний из упомянутых здесь царей, царствовал с 729 по 686 годы до н.э. Соответственно, пророк Михей служил в 8-7 веке до н.э. Теперь давайте посмотрим, каковы же параллели между вот этим отрывком и книгой «Второзаконие». Вот стихи 1 и 2. «Слушайте, слушайте, холмы да слышат голос, слушайте горы, твердые основы земли». То есть Бог обращается к природе. И вот точно такой же язык у нас есть в книге «Второзаконие», 30 глава, 19 стих. «Второзаконие», 30 глава, 19 стих. «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие». То есть мы находим что? Обращение к природе в качестве свидетеля вот этого судебного разбирательства. Это по книге Михея. Точно так же было обращение к природе во свидетели, когда заключался союз, когда заключался договор. В 4 стихе 6 главы книги Михея читаем «Я вывел тебя из земли египетской и скупил тебя из дома рабство». Это цитата из книги «Второзаконие». Это, по сути, цитата первой заповеди. Второзаконие, 5 глава, 6 стих. Второзаконие, 5 глава, 6 стих. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской и с дома рабство». Господь через Михея напоминает первую заповедь и, соответственно, свои деяния своему народу. Мы дальше в 5 стихе находим следующий. Михея, 6 глава, 5 стих. «Народ мой, вспомни, что замышлял Валак царь Моавицкий, и что отвечал ему Валаам, сын Виоров». Об этом в книге «Второзаконие» в 23 главе написано. Стихи 4 и 5. В «Второзаконии» 23 глава, стихи 4 и 5. «Потому что они не встретили вас с хлебом и водой на пути, когда вышли из Египта, и потому что они наняли против тебя Валаама, сына Виорова, из Пифора, Месопотамского, чтобы проклясть тебя». То есть, вспоминая историю, Господь здесь произносит слова, которые записаны в книге «Второзаконие» в 23 главе. Вот это три параллели, которые мы находим в стихах с 1 по 5, 6 главы книги Михея. Теперь очень интересно посмотреть на начало 8 стиха 6 главы Михея в иных переводах. В начале синодальный. «О, человек, сказано тебе, что добро». Что означает «сказано»? Когда сказано? Кем сказано? В современных переводах так. Восстановительный перевод. «Он возвестил тебе человек». То есть, это ссылка на Бога. «Господь возвестил тебе человек». «Господь сказал». То есть, это ссылка на уже имеющееся Слово Божье. Это важно подчеркнуть. То есть, речь не идет о том, что Михея говорит «вот, что ныне говорит Господь». Нет. Михея говорит «О, человек, Он, Бог, сказал тебе, возвестил тебе, что добро и чего требует от тебя Господь». И при исследовании оказывается, что это тоже ссылка и фактически дословные цитаты из книги «Второзаконие». Вот о чем идет речь. Это, в первую очередь, десятая глава книги «Второзаконие», стихи 12 и 13. «Второзаконие» – 10 глава, стихи 12 и 13. «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой?» Слово в слово. «Только того, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его». Вот эта фраза «Бояться Господа и ходить путями Его» она параллельна фразе «Смиренно, мудренно ходить перед Богом твоим» из книги пророка Михея. Читаем дальше. «Второзаконие» – 10 глава, 12 и 13 стих. «И служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей» и 13, «чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо». Это ссылка теперь на то, как ходить перед Господом, как Ему служить. В чем именно выражается вот это смиренно-мудренное хождение перед Господом? Ответ – в соответствии с Божьими заповедями. И дальше в 10 главе книги «Второзаконие» здесь рядышком стихи 18 и 19 приводят пример. 10 глава, 18 и 19. «Описывается Бог, который дает суд сироте и вдове, и любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду. И призыв – любите и вы, пришельца, ибо сами были пришельцами в земле египетской». «Любите пришельца, сироту, вдову, угнетенного, притесненного» – это соответствует тому, что в 6 главе пророка Михея 8 стихе обозначено словами «любить дела, милосердия». Таков Бог, и к этому Он призывает своих детей, свой народ. Последняя фраза, которую мы еще не рассматривали – «действовать справедливо». Когда мы смотрим, вот как это слово «справедливо» в оригинале используется в книге «Второзаконе», мы встречаем его многократно. В частности, например, 4 глава, 8 стих. В «Второзаконе» 4 глава, стих 8. «И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня?» Как действовать справедливо? Каково мерило справедливости? Ответ – этот закон, который дал Господь. Тора Господня, Пятикнижья, Моисеева, Божьи заповеди. Таким образом, мы находим, что в VIII-VII веке до н.э. через пророка Михею Господь обращается к народу на основании книги «Второзаконие» и призывает его жить в соответствии с этим Божьим откровением, которое было в свое время дано на горе Синай. Еще один отрывок, который показывает книгу «Второзаконие» в последующих писаниях. Это 4 книга царств, 22 глава, стихи с 8 по 11. 4 книга царств, 22 глава, стихи с 8 по 11. И сказал Хелкия предосвященник Шафану Песцу, «Книгу закона я нашел в доме Господнем». И подал Хелкия книгу Шафану, и он читал ее. И пришел Шафан Песец к царю, и принес царю ответ, и сказал, «Взяли рабы твои серебро, найденное в доме, и передали его в руки произведителям работ, приставленным к дому Господню». И донес Шафан Песец царю, говоря, «Книгу дал мне Хелкия священник, и читал ее Шафан перед царем. Когда услышал царь слова книги закона, то разодрал одежды свои». Первый вопрос. Что представляет собой книга закона? Какой документ этот термин, это словосочетание описывает? В оригинале у нас фраза «сэфергатора» – книга закона, дословно «свитакторы». И мы встречаем его, в частности, в книге «Второзаконье» в 31 главе, в стихах с 24 по 26. В «Второзаконье» 31 глава, с 24 по 26. «Когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца, тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господня, сказав, «Возьмите сию книгу закона, сэфергатора, и положите ее одесную ковчега Завета Господа Бога вашего, и она там будет свидетельством против тебя». Понятие «сэфергатора» описывает то, что записал Моисей. Когда он завершил писать все, что писал, он отдал эту книгу, этот свиток священникам, представителям колен леви. То есть «сэфергатора» – это свиток Туры, это стандартное обозначение пятикнижья. Но у этого документа есть еще одно название. Если мы читаем дальше, 4 книга Царств, 23 глава стихи 1 и 2, 23 глава 1 и 2, находим следующее. «И послал царь, и собрал к нему всех старейшин Иуды и Иерусалима, и пошел царь в дом Господень, и все иудеи, и все жители Иерусалима с ним, и священники, и пророки, и весь народ от малого до большого, и прочел вслух их все слова книги Завета, найденной в доме Господнем». То есть это тот же документ, это то же событие, но здесь этот текст назван так – «Книга Завета». И вот это понятие «Книга Завета» встречается в пятикнижье также. В частности, в первый раз мы находим этот термин в книге «Исход» в 24 главе 7 стихе, «Исход 24-7» «И взял книгу Завета и прочитал вслух народу, и сказали о ней все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». То есть это вот первая часть заповедей, которую записал уже Моисей собственной рукой, находясь на горе Синай. Дальше он возвращается к Господу, и там мы находим в книге «Исход» в 34 главе, в 27 стихе снова этот термин «Книга Завета». 34 глава, 27 стих. «И сказал Господь Моисею, напиши себе слова сии, ибо в всех словах я заключаю завет с тобою и с Израилем». Если посмотреть, что означает фраза «слова сии», то вот начиная с 25 главы по 31 главу книги Второзакония излагается Божье откровение, Божье заповедь о том, как построить святилище и как служить во святилище. Это тоже вошло в книгу Завета. И затем, по мере того, как Господь открывал новые заповеди Моисея, Он их записывал в книгу Завета. То есть книга Завета Сефер-ха-брит и книга Закона Сефер-ха-тура – это тождественные понятия, описывающие один и тот же документ. Это текст Торы. Это пятикнижьи Моисея. Теперь вопрос. В каком году был обнаружен этот свиток? Вот что мы находим в 22 главе, в 3 стихе. 4 царств, 22 глава, 3 стих. «Восемнадцатый год царя Иосии послал царь Шафана, сына Ацальи, сына Мишуламова, песца, в дом Господень сказав». Итак, это восемнадцатый год царя Иосии. Иосия царствовал с 640 по 609 годы до н.э. Соответственно, восемнадцатый год его правления – это 622 год до н.э. Вот это время, когда происходили описываемые события – 622 год до н.э. И, естественно, появляется вопрос, почему вот в то время Тора оказалась неизвестной, почему царь, судя по всему, в первый раз ее услышал. Здесь нам нужно немножечко глянуть в историю. И у нас нет времени, чтобы читать все отрывки. Я только дам ссылки, и вы можете проверить самостоятельно. В описании этого видео будет размещен весь конспект, который я подготовил для проведения этого урока. И там все даты, все ссылки также указаны. Итак, царь Езекия, который упоминался уже сегодня, это один из царей, во время которого служил Михей, этот царь Тор узнал и соблюдал. И фактически народ во время царствования Езекии Тор узнал и соблюдал. Об этом можно прочесть в четвертой книге царств, в восемнадцатой главе, в стихах с первого по шестой. Четвертое царство, восемнадцатая глава, стихи с первого по шестой. Езекия царствовал, напомню, с семьсот двадцать девятого по шестьсот восемнадцать шестой годы до нашей эры. Далее его сын Монасия отступает от Торы. Об этом можно прочесть в двадцать первой главе четвертой книги царств. Четвертый царств, двадцать первая глава, стихи с первого по девятый. То есть он отступает радикально. Там и идолопоклонство, и жертвоприношения языческие, и в храме Божьем устанавливаются идолы, и жертвенники языческим богам и так далее. То есть народ отступает от Торы. Внук Езекий Амон, он следует путем своего отца Монасия. Об этом можно прочесть в четвертой книге царств, двадцать первой главе, в стихах с девятнадцатого по двадцать второй. Четвертая царств, двадцать первая глава, с девятнадцатого по двадцать второй. А Иосия, соответственно, является правнуком Езекии. То есть, что мы находим, что более полувека царство жило без Торы. Несколько поколений появились, включая Иосии, которые не слышали слова Торы. И поэтому обнаружение этого свитка было, что называется, громом среди бела дня. И царь Иосия реагирует на это очень экспрессивно. И вот в четвертой книге царств, в двадцать второй главе, мы в одиннадцатом стихе читаем, «Когда услышал царь слова книги закона», четвертый царств, двадцать два, одиннадцать, «то разодрал одежды свои». Что означает этот жест? Чуть позже мы читаем в двадцать третьей главе, точнее, в этой же двадцать второй главе стихи, восемнадцатый и девятнадцатый, где написано, «О царю иудейскому, пославшему вас, попросить Господа, скажите, так говорит Господь Бог Израилев о словах, которые ты слышал, так как смягчило сердце твое, и ты смирился пред Господом, услышав то, что я изрек на место сие и на жителей его, что они будут предметом ужаса и проклятия, и ты разодрал одежды свои и плакал предо мною, то и я услышал тебя, говорит Господь». Итак, вот этот вот жест раздирания одежд был признаком смирения, плача, сокрушения, признаком покаяния. Что же было дальше? После того, как царь обнаружил этот текст, когда его приближенные, его окружение, прочитали книгу закона, мы находим дальше в двадцать третьей главе первых трех стихах следующие. Четвертый царь, двадцать третья глава, первые три стиха. «И послал царь, и собрали к нему всех старейшин Иуды и Иерусалима, и пошел царь в дом Господень, и все иудеи, и все жители Иерусалима с ним, и священники, и пророки, и весь народ от малого до большого, и прочел вслух их все слова книги Завета, найденные в доме Господнем. Потом встал царь на возвышенное место и заключил пред лицом Господа завет, последовать Господу и соблюдать заповеди Его, и откровения Его, и уставы Его от всего сердца и от всей души, чтобы выполнить слова завета сего, написанные в книге сей, и весь народ вступил в завет». Первое, с чего начинает царь, он обновляет завет народа с Богом. Он знакомит народ с текстом, с содержанием Торы, и происходит обновление завета. И дальше, в 23 главе, начиная с 4 стиха и до самого конца, описываются реформы, которые были произведены, то есть искоренение язычества, уничтожение этих алтарей, статуй, разрушение капищ и так далее. То есть текст Торы, текст Слова Божия, принятый в сердце, на основании которого происходит обновление завета, он дальше побуждает к реформе, к реформе служения Богу, к реформе в храме, к реформе в обществе. То есть все общество, вся жизнь перестраивается по закону Господню. Еще один отрывок, к которому мы обратимся, чтобы увидеть место книги «Второзаконие» в последующих книгах Библии, это книга пророка Иеремии, 7 глава, первые 7 стихов. Иеремии, 7 глава, первые 7 стихов. Слово, которое было к Иеремии от Господа. «Стань во вратах дома Господня и провозгласи там слово сие и скажи, слушайте слово Господне, все иудеи, входящие сими вратами на поклонение Господу. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, исправьте пути ваши и деяния ваши, и я оставлю вас жить на всем месте». Не надейтесь на обманчивые слова «здесь храм Господень, храм Господень, храм Господень». Но если совсем исправите пути ваши и деяния ваши, если будете верно производить суд между человеком и соперником его, не будете притеснять иноземца, сироты и вдовы, и проливать невинной крови на месте семь, и не пойдете в оследанных богов на беду себе, то я оставлю вас жить на месте семь на этой земле, которую дал отцам вашим в роды родов». Вопрос. В каком году были произнесены эти слова? Когда мы обращаемся к началу книги Иеремии, к первой главе, к первым двум стихам, находим следующее. Иеремия, первая глава, первые два стиха. Первая глава, первые два стиха. Слова Иеремии, сына Хилкина, из священников Вонафофии в земле Вениаминовой, «Которому было слово Господне во дни Иосии, сына Амонова, царя Иудейского, в тринадцатый год царствования его». И вот Господь открывает ему эти видения, и в седьмой главе говорит, вот что сделай, стань во вратах Дома Господня и скажи, и объяви. Итак, это тринадцатый год царствования Иосии. Соответственно, это приходится на шестьсот двадцать седьмой год до нашей эры. Шестьсот двадцать седьмой год. Это как раз та эпоха, когда вот был обнаружен свиток Торы. Каково место Торы в вестях Иеремии? До того, как вот здесь происходит то, о чём мы прочитали в седьмой главе книги Иеремии, Господь открывает ряд видений, и в этих видениях он ссылается на текст Торы несколько раз. В частности, вот вторая глава, восьмой стих, Иеремии 2, 8. «Священники не говорили, где Господь, и учители закона, в оригинале Тора, не знали Меня. И пастыри отпали от Меня, и пророки пророчествовали во имя Ваала, и ходили во след тех, которые не помогают». Господь обличает, что учителя Торы, они не знают Его. Дальше, пятая глава Иеремии, стихи 4, 5, 5 глава 4, 5, «И сказал я сам в себе, это, может быть, бедняки, они глупы, потому что не знают пути Господня, закона Бога своего. Пойду я к знатным и поговорю с ними, ибо они знают путь Господень, закон Бога своего, но и они все сокрушили ярмор и сторгли узы». То есть снова ссылка на закон Господень, на заповеди Господни. И еще один отрывочек в 6 главе, в 19 стихе, 6 глава, 19 стих. Если мы смотрим на материал до 7 главы Иеремии, то вот там вот написано, Иеремия 6, 19. «Слушай, земля, вот я приведу на народ сей пагубу плод помыслов их, ибо они слов моих не слушали, и закон мой, подлинники Тору мою, отвергли». То есть мы находим, что периодически Бог в своих обращениях к пророку ссылается на документ, на текст, на Тору. А вот что в речи Иеремии, вот здесь вот, в этих стихах, с 3 по 7 является ссылкой на книгу «Второзаконие», в частности, что там основано на второзаконии. 7 глава Иеремии, 3 стих говорит, «Исправьте пути ваши и деяния ваши, и я оставлю вас жить на месте семь». То есть здесь указывается зависимость, продолжение пребывания на обетованной земле от образа жизни людей. И мы встречаем этот тезис в 4 главе книги «Второзаконие», в стихах 25 и 26. «Второзаконие 4 глава, 25 и 26. «Если же родятся у тебя сыны, и сыны у сынов твоих, и долго жив на земле вы развратитесь, и сделаете изваяние, изображающее что-либо, и сделаете зло сие перед очами Господа Бога вашего, и раздражите его, то свидетельствуюсь вам сегодня небом и землею, что скоро потеряете землю для наследования, которой вы переходите за Иордан, не пробудите много времени на ней, но погибнете». Итак, вот этот тезис о том, что продолжение пребывания на обетованной земле зависит от соблюдения заповедей Господней, он явлен в книге «Второзаконие», и Иеремия здесь этот тезис повторяет. Еще одна параллель, 5 стих 7 главы Иеремии, Иеремии 7, 5. «Но если совсем исправите пути ваши и деяния ваши, если будете верно производить суд между человеком и соперником, справедливость в суде, еще один тезис, он тоже из книги «Второзаконие», например, «Второзаконие 1 глава, 17 стих», «Второзаконие 1, 17. «Не различайте лиц на суде, как малого, так и великого выслушивайте, не бойтесь лица человеческого, ибо суд – дело Божие». То есть здесь мы находим тот же самый призыв, который позже повторяет Иеремия. И 6 стих Иеремия 7, 6. «Не будете притеснять иноземца, сироты и вдовы, и проливать невинной крови на месте семь, и не пойдете в оследанных богов на беду себе». Мы находим, что это ранее упоминалось в книге «Второзаконие», в 24 главе, в 17 стихе, в «Второзаконие 24, 17». «Не суди превратно пришельца, сироту, и у вдовы не бери одежды в залог». То есть речи Иеремии, они основаны на тексте Торы и являются призывом вернуться к заповедям Божьим, которые открыты там. Еще один отрывок, где упоминается в пятикнижке, в последующих писаниях – это книга Даниила, 9 глава. Мы там прочитаем стихи 4, 5 и с 11 по 13. Книга Даниила, глава 9, стихи 4, 5 и с 11 по 13. «И молился я Господу Богу моему, и исповедовался, и сказал, молю Тебя, Господи Божий великий и дивный, хранящий заветы милость любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои. Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих». С 11 по 13. «И весь Израиль приступил закон Твой и отвратился, чтобы не слушать гласа Твоего. И зато излилось на нас проклятие и клятва, которые написаны в законе Моисея, раба Божья, ибо мы согрешили пред Ним. И Он исполнил слова Свои, которые изрек на нас, и на судей наших, судивших нас, наведши на нас великое бедствие, какого не бывало под небесами, и какое совершилось над Иерусалимом. Как написано в законе Моисея, так все это бедствие постигло нас. Но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою». Первый вопрос. В какие годы писал Даниил? В самом начале его книги, в первой главе, в первых четырех стихах написано, Даниила, первая глава, первые четыре стиха, Даниила, первая глава, стихи с первого по четвертый, «В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел на Вуходоносор царь Вавилонский к Иерусалиму и осадил его, и предал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского, и часть сосудов Дома Божия, и он отправил их в землю Синаар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. И сказал царя Сфиназу, начальнику Евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленых, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам языку халдейскому». И вот среди этих отроков, среди этих юношей был Даниил. Здесь упоминается третий год Иоакима, это 605 год до н.э. Это время первого из трех завоеваний Иерусалима Вавилоном. 605. Начиная с 605 года, вот повествование книги Даниила. В эту эпоху, спустя много времени, вот когда 9 главу пишет Даниил, то это написано в первый год Дарья, сына Асуирова из рода Медийского, который поставлен был царем над царством халдейским, «Вот произошло то-то и то-то». 70 лет спустя пророк Даниил произносит эту молитву. Следующий вопрос. Как Даниил оценивал причины плена, причины вот этой национальной трагедии? Ответ вот какой. Как следствие нарушения Торы. Он говорит в 11 стихе, «И зато излилось на нас проклятие и клятва, которые написаны в законе Моисея Раба Божия». И он это повторяет еще раз. То есть он оценивает причины плена как следствие нарушения Тора, как исполнение проклятия, описанного в Торе. Но еще один важный вопрос звучит так. Как несмотря на это бедствие, несмотря на плен, Даниил описывает Бога? И на каком основании? Ведь в начале книги мы только что прочитали, что предал Бог и Акима, и Дом Божий, и сосуды. Это было действие Божье. Как Даниил оценивает Бога во свете вот таких божьих действий? Мы находим в 4 стихе 9 главы книги Даниила такие слова. Даниила 9.4. «Божий великий и дивный, хранящий завет и милость, любящим Тебя и соблюдающим повеления Твое». Оказывается, это ссылка также на книгу «Второзаконие». Мы читаем в книге «Второзаконие» в 7 главе, в 9 стихе такие слова. «Второзаконие 7.9». «Итак, знай, что Господь Бог твой есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов». То есть Даниил знает текст Тора, он цитирует его. И на этом основании он называет Бога верным, он называет Его милостивым, он называет Его теми терминами, которыми он назван в книге «Второзаконие». То есть и для Даниила «Второзаконие» было основанием, на котором он смог оценить события происходящие, а также сформировать свое отношение к Богу. Напоследок, еще один отрывочек, это книга «Пророка Неемии», 9 глава, первые 8 стихов. К сожалению, у нас нет времени, чтобы читать этот отрывок, но зададим вопросы вот какие. «Когда служил Неемия». В книге «Неемии» во второй главе, в первом стихе написано. «Неемии 2.1. В месяце Ниссане, в 20-й год царя Артаксеркса». И далее идет повествование. 20-й год царя Артаксеркса – это 444-й год до н.э. То есть уже плен закончился, уже народ возвращается в землю обетованную. И вот там, помимо прочего, происходит заново знакомство с текстом Торы, что и описано в 9 главе, в первых 8 стихах, когда народ слышит Божьи слова. Какой эффект произвело чтение Торы? Давайте посмотрим на 9 главу Неемии, стихи 1 и 2. 9 глава, стихи 1 и 2. «В 24-й день этого месяца собрались все сыны Израилевы, постящиеся и во вретищах, и с пеплом на головах своих, и отделилось семя Израилева от всех инородных, и встали и исповедовались во грехах своих и в преступлениях отцов своих». И дальше рассказывается, что четверть дня читали из книги закона, «четверть дня исповедались» и так далее. То есть мы находим, что чтение Торы, чтение закона Божия, оно произвело пост вретище и исповедание грехов, и признание грехов пред Господом. И вновь мы можем задать вопрос о параллелях между книгой Неемии, 9 главой, и книгой второзакония. Укажем одну, 10 глава книги Второзакония, стихи 14 и 15. Второзакония, 10 глава, 14 и 15. «Вот у Господа Бога твоего небо и небеса небес, земля и все, что на ней. Но только отцов твоих принял Господь, и возлюбил их, и избрал вас, семя их после них, из всех народов, которые, как ныне, видишь». Вот эти слова повторяются в книге Неемии. Мы находим их в стихах 6 по 8. Давайте глянем. 9 глава Неемии, 6 по 8. Неемии, 9 глава, 6 по 8. «Ты, Господи, един, ты создал небо, небеса небес». Это уникальная фраза, это цитата с Нифтар Сакония. «И все воинство их, и землю, и все, что на ней, моря, и все, что в них. И ты живишь все сие, и небесные воинства тебе поклоняются». «Ты сам, Господи Божий, избрал Авраама, и вывел его из Урахалдейского, и дал ему имя Авраама, и нашел его сердце верным пред тобой, и заключил с ним завет, чтобы дать семени его землю Хананеев, Хитеев, Амареев, Ферезеев, Еусеев, Игорь Гисеев, и ты исполнил слово свое, потому что ты праведен». То есть это есть утверждение в книге «Второзаконие», которое здесь цитируется в книге «Не имея избрание патриархов и их потомков, и исполнение Божьих обетований». Это всего лишь несколько отрывков, в которых видно, что книга «Второзаконие» и в целом весь текст Пятикнижья, текст Торы, представлял собой основу для последующих обращений пророков к народу. Бог, обращаясь к народу в последующие века, Он призывал вернуться к тексту завета, призывал следовать заповедям Торы, Он призывал восстановить, и обещал восстановить и оставить их жить на месте обетованной земли, если народ будет верен. Тора помогала осмыслить реальность, Тора помогала выстроить правильное отношение к Господу, она указывала путь, к которым идти, как относиться к Богу, как относиться к ближним и так далее. Вот это несколько иллюстраций того, каково место. Книги «Второзаконие» в последующих писаниях. Это все, на что у нас было время сегодня. Если материал этого урока вам принес пользу, пожалуйста, поделитесь им с другими. Вы можете оставить свой комментарий, поставить лайк, если понравилось, и не забудьте подписаться на канал Центра Духовного Просвещения, если вы этого еще не сделали. Всего вам доброго, до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова